Привет! Сегодня мы идем в музей Кельмингроу. Станция метро Кельминхолл. Пять минут прогулки по вестенду и мы в музее. До музея можно добраться и на автобусе. Остановка прямо напротив центрального входа. Вход в Государственный музей Шотландии бесплатный, но вы можете оставить пожертвования. Мы пришли в музей Ньо, а это значит, нас ждет концерт органной музыки. Платить ничего не надо. Просто занимаем места и наслаждаемся. Кельмингроу – типичный британский колониальный музей. Чучело животных. Вывезенные из колоний ценности. Немного краеведения. Настоящий рай для детей. Но, естественно, есть здесь и свои уникальные шедевры. Разрешите представить Чарльз Ренима Кинтош. Архитектор, уроженец Глазго и просто гений. Основоположник и ярчайший представитель шотландского модерна, он создал свой неповторимый архитектурный и декоративный стиль. Знаменитые Ти Рума по проекту Макинтоша. Все его вещи геометричны и функциональны, но благодаря вытянутым пропорциям они кажутся легкими и стремительными. Наследие Макинтоши нельзя рассматривать отдельно от его жены Маргарит Макдоналд. Маргарит работала с металлом, тканями, была очень популярна как дизайнер интерьеров. Доподлинно известно, что именно ее панно определили стиль Густава Климта, который вообще много чего повзаимствовал у шотландцев. В частности, на идею активно использовать золото его натолкнула именно эта картина, которую мы видим в зале Глазго Бойс. Глазго Бойс – парни из Глазго, их было чуть больше 20. Они творили на рубеже 19-20 веков, начинали как реалисты и натуралисты, но постепенно освоили модный тогда символизм. Это мой любимый зал в музее. Я здесь как дома в России и не только из-за портрета Анны Павловой, установленной на входе. Творчество Глазго Бойс удивительно созвучно идеям знаменитого русского мироискусства. Правда, главный идеолог мироискусников Александр Бенуа был невысокого мнения о коллегах из Глазго. Он даже упрекал их горячего поклонника Сергея Дягилева в неумении отличить подлинную красоту от модности. Но ведь они и правда хороши. В галерее Кельвин Гроуф есть еще одна модная штучка. Это распятие, созданное Сальвадором Дали по мотивам его сна, привлекает туристов больше, чем Рембрандт, Рубенс и Пикассо вместе взятые. В 1950 году вокруг покупки этой картины разразился скандал. На нее якобы были потрачены деньги, выделенные на поддержку местных художников. Учитывая, что традиционно арт-комьюнити в Глазго чрезвычайно влиятельна, это была неслыханная наглость. Картина по тем временам стоила дорого – более 8 тысяч фунтов. Поговаривают, однако, что сейчас испанское правительство готово предложить за нее 80 миллионов. Конечно, шотландцы – народ прижимистый, но картина до сих пор в Глазго. В музее Кельвин Гроуф, куда мы сегодня с вами ненадолго заглянули. See you next time! Пока-пока! И еще один факт, точнее русский след в истории Кельвин Гроуф. Открытие музея было приурочено к началу международной выставки. В 1901 году в Глазго, который на тот момент был пятым по величине городом Европы, свои павильоны открыли Австрия, Дания, Индия, Австралия и другие страны. Расположены они были здесь, в парке Кельвин Гроуф. Самым красивым и, как бы сейчас сказали, стильным был русский павильон, построенный архитектором Шехтеля. Русский модерн покорил европейцев. Ежедневно павильон посещали более 60 тысяч человек. Успех Шехтеля был замечен и на родине. Федор Осипович получил заказ на проект Ярославского вокзала в Москве, который, в отличие от временных павильонов выставки, радует нас и сейчас. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!